и я тоже я сейчас возьму документы поданные нами жалобы обращения выскав следственный комитет мы требуем возбуждение уголовного дела незаконного помещения облегчила нашу задачу сейчас плане выхода на контакт с антоном это приезд мамы наконец-то мама приехала завтра прямой эфир с кем с мамой эфир до общения с главным врачом и возможного даже телефонного разговора но мы будем требовать встречи обеспечить дистанцию 2 метра и пожалуйста маски но увидеть надо человека обязательно как минимум как минимум услышать по телефону мы в видео да уже да я запись включил по поводу вот это поясню ситуацию мне ну я то есть увидел видеоролики я даже не помню кто только по моему даже ко мне обратился но много народу знает что я тут прошел психушку в городе сургут незаконно то есть нам у нас был прецедент россии нам удалось отменить принудительное бессрочное лечение то есть пожизненное через апелляционный суд и но они меня продержали все равно же себя два дня не кололи не пичкали и в общем незаконно удерживали я пытался их привлечь к ответственности но их постоянно прикрывала прокуратура города сургут и я пришел к выводу что надо менять прокурор и я подал суд на прокурора города сургут и прокурора округа хмал и сейчас суд идет по второму кругу в стадии апелляции а предмет требований какой в чем заключается в отношении прокурора в прокуратуре и средственном комитете находится стопка моих заявлений о совершенных преступлениях высотой выше моего роста это примерно под два метра это все уголовные дела должны быть возбуждены но прокуратура вообще никак не видит никаких нарушений все мои заявления о совершенных преступлениях они переводят простые обращения и соответственно вот здесь затык в прокуратуре потому что прокурор отвечает за все за все он надзирает за всем что происходит в округе и получается они прикрывают это все дела то есть они даже не проводят процессуальную проверку в рамках у пк а просто рассматривать обращение они не то что не провела не проводит проверку они мои заявления совершенно преступления в порядке у пк 141 я там указывать все признаки совершен преступления что в действиях каких-то лица усматриваются признаки такие-то статьи все им квалифицирую заicker ну естественно они там могут перекрессоды но я все это указан а они в упор не видят ни одного преступления нет нового признака и регистрирует просто как и обращения то есть они нарушают эти приказы там 270 я уже не помню там эти номера но их очень много там 45 приказ там очень много у меня есть там большой и принципе расписан там все понятно вот таким образом они уводят от учета преступления сообщения вводят они занимаются укрывательством совершенных преступлений уклоняются и тем самым покрывают это все дело они вообще проверку не проводит ни по одному моему заявлению не проведена проверка сколько в рамках у пока если бы она была проведена уголовно-процессуального кодекса там больше возлагается на них обязанностей процессуально про и больше прав заявителя оскорить судебного судебном порядке конечно я тебе расскажу как они действуют или как 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 это ключевой момент я пришел средственный комитет ознакомиться материалами проверки где-то по моему 6 томов такая пачка большая 6 или 7 я не помню короче очень много материалов проверки по моим заявлениям о совершенных преступлениях и как и как только я начал знакомиться мне запретили фото аудио видеосъемку то есть я взял бумажку ручку начал выписывать знакомиться так на меня на меня вызвали три наряда полиции и журналисты приехали местные хотели меня поймать там я не знаю спровоцировать как-то не думали я испугаюсь вот этой камеры в лицо это со светом и что вокруг меня шесть полицейских сразу они мне начали меня что у меня поддельные документы и так далее увезли меня в отдел полиция там объяснение дал в общем не в этот день не не дали это ознакомиться материалом дела так на следующий день я пришел с людьми следующий на следующий день и на меня опять вызвали наряд полиции но мы успели уйти но это провокации да это это исключительно вот такой опасно еще работать одному о чем говорили с генной шульга это вот журналист не сбок 24 буквально два месяца назад мы говорили о никите о никите у нас такое такого широкого резонанса был материал который бы ну вот на пользу в плане распространения и мы хотели обратиться к никите чтобы он тоже выложил у себя на ютуб канале потому что у него больше ста тысяч подписчиков вот и и ну и гена говорит я ему отправил ну с предложением с просьбой как-то вот выложить этот материал нам говорит промолчал тишина не ну как бы пойми не рассчитывай так вот открыто на вот такое сотрудничество потому что мы немного там окрашены красным цветом там коммунисты и общественное движение права народа ну то есть нас толпа такая как бы некий не некоторых может пугает оголтелы но неважно не в том суть а суть в том что сам никита сам никита он одиночка вот он блогер одиночка и он привык работать в одиночку я говорю ген ты не рассчитывай на какие-то совместные наши мероприятия там и так далее вот и и мы еще обсудили этот момент что одиночке опасно работать очень опасно главная его проблема почему он попал в такую ситуацию это то что он один везде ходил то есть он он исчезли только через три недели вы все только узнали что он ищет похватились буквально дети спустя 10 дней по моему кто-то поднял уже не может позвониться охватились достаточно поздно а одиночку так и выстегивают либо психушка либо наркота ну и какие-то другие я мы тут трудились не не в одиночку мы это простые люди просто народ объединился у кого есть проблемы мы действовали совместно меня начали искать спустя сутки то есть тоже не сразу среагировали но придано в принципе сутки это нормально но к тому моменту я был побит меня пытали электрошокером одевали пакет на голову и это в камеру в камере я уже был так что я поясни пожалуйста какой сейчас статус круто вообще видел никиту нет нет и не вышел не не видел слышал только вот этот адвокат васильев который нанят был сергеем пирсовым и значит этому адвокату я не доверяю я тоже не доверяю у меня нету к нему доверять если он не смог никите попасть на и выходит и оправдывается что вот мы просто не попали все ну я сам сталкивался с адвокатами меня три адвоката было вот в этой истории первый отказал первый пошел против меня второй отказался а третий ну просто посредником был и тоже палки принципе в колеса вставлял он обработан был сразу главным врачом принципе по той же схеме по которой и пытался со мной главный врач меня так сказать обработать психологические доверительная беседа в течение часа убедительная уверенная такая позиция у нас хорошо все замечательно у нас выстроена по закону никита действительно болен он нуждается в лечении вы поймите что это там идет процесс такой цикличное это заболевание и вот сейчас как раз период обострения у него обострилась я это все конечно слушала эту лапшу вешал вешал адвокату адвокат естественно он зависим от этой всей правоохранительной системы иначе будет одиночка идет на хвост можно так сказать вот и понятно но вот повести себя со мной разговаривать можно сказать грубо не воспринимая какие-то мои предложения навязывая свое мне тут не надо в ваших там советов и еще еще чего-то я не буду работать с никитой все я умываю руки я говорю ну вы поймите никита по предложению адвокат это сказал отказался от никиты да он отказался от никиты он сказал я не буду работать хотя никита его выбрал вроде он говорил договор ну вот такой адвокат я я говорил сразу народу что адвокат против системы не пойдет надо надо самим никита вытаска да да против системы не пойдет вот есть такой протестный адвокат 2 рощин которого мы наняли вот но от него каким-то чудесным образом никита отказался главврача главврач проговорился мы горит дали заявле 22 а лис . два заявления как у меня сегодня у меня на диктофон разговор записал два заявления горит дали никите на одном заявлении из-за него на одном заявлении васильев на другом заявлении рощин никита выбрал васильева что вы хотите от рощина фактически он отказался он имеет адвокаты и более одного и двух и трех десяток и пачку адвокат подожди подожди а ты сами документы видела там стоит его роспись он показал у него было на столе лежала на столе я где-то в двух метрах от стола я видела за корюху и рукописный текст но я не могу я не подчеркивает я не знаю в принципе никитин почву по своему опыту скажу что даже если он на вязках и даже если он обколот и ведется как овощи там не составит труда в вставить ручку в руку и черкануть что-то за него ну какая-то там была колбаса такая нарисована рубляшки один или два такой причем я обратила внимание что вроде как текст написан одной рукой а подпись немножко по-другому как более продавлено у меня так вот фотографировала глазами но я не могла не то что там вот дайте мне это заявление посмотрю а его ли это подпись ну я буду выглядеть дурой потому что я не знаю вообще в принципе почерк никита ни разу вообще не видела это кое ты не требовала копию предоставить а кто я у тебя статус есть какой-то депутата журналиста депутат есть есть депутат и общественник я председатель общественного движения в защиту прав граждан и права народа ну ты как-то на основании этого статуса требовал у тебя есть полномочия получать такие документы копии нет во-первых депутат я совершенно другого города уссурийского не владивосток это первое второе как общественник я могу действовать только если никита наш участник нашего общественного движения в защиту прав граждан я не могу подтвердить что у нас наш участник что он когда-то писал заявление ведь наше движение я могла бы за него как за участника заступиться ну так вот прям официально либо доверенность но как общественник в любом случае конечно мне обязаны давать пояснения объяснения защищать я могу его только на основании либо доверенности либо вот скажем так поручения никиты обо мне никита не знает пока еще вот вы ему дали двух адвокатов я привела адвокат но рощина в тот момент не было был вот этот вот скользкий васильев и васильев убедил я как бы вот нормально с ним не переживайте я спросила единственный вопрос у меня был задавал вопрос в каком состоянии никита абсолютно в нормальном вот и я спрашиваю адвоката а вы убедились в том что вы с никитой разговаривали и каким образом вы убедились что это не никита на другом связи но это никита ну а как вы убедились вы голос его знаете как вы убедились что это никита хотя бы пару там вопросов как маму зовут как бабушку зову твой адрес где ты живешь же не было для того чтобы личность привязать что-то действительно полу подожди я не подведу итоги рощин получается от рощина якобы в никита отказался васильев сам отказался правильно да в итоге и дальше продолжу до при разговоре васильев сказал я не буду осуществлять твою защиту потому что есть нанятый но это слов опять же васильева наняты твоей мамой твоими друзьями и адвокат рощин я предлагаю тебе выбрать адвоката рощина на что когда никита услышал рощины нанятые мамой и друзьями никита сказал о том что тогда мне адвокатов вообще не нужно не надо я не хочу обременять финансово не маму не своих друзей я говорит сам когда выйду вот это меня вот эта фраза адвоката все-таки дала надежду что никита вменяемые что он с никитой разговаривал и что никита намеревать не овощ а намеревается когда выйдет из больницы стационара будет отстаивать и адвокат так сказал никита когда говорит выйду из стационара я буду с этим всем разбираться я предполагаю что он вообще туда выйти не сможет потому что они через месяц могут устроить ему провокацию и продлить его пребывание через суд еще на полгода как минимум это есть и конечно есть такое опасение но сегодня торжественно мне этот вот трусливый главврач он трусливый главврач максим николаевич как его фамилия артамонов артамонов он мне торжественно сообщил о том что даже не три месяца как они планировали его лечить и не полтора как обещали рощину нашему адвокату и мне заявлял полтора ну мы вот уже снисхождение сделали 24 апреля мы его выпишем ждите 24 это вчера была дата названа а сегодня в разговоре он назвал дату 21 апреля 21 апреля мы его выпишем мы собрали снова консилиум и доктор лечащий сказала о том что никита может быть выписан 21 апреля ну такое вот снисхождение нам подарок еще в 3 дня а вот сделали то есть неделю с костили ну да ну сначала там полтора месяца с кости или такие вот прям настолько доброжелательность исходительные врачи главврач вообще какие документы предоставил копии хоть что-то я так понял не вообще никаких документов не протокола задержать они истории болезни не заключение экспертов не не материала вообще ничего не туда не решение не постановления не определения нет никаких документов почему потому что главврач сказал сразу буду разговаривать только с близкими родственниками близких родственников нет а тайна врачебная о диагнозе а любой документ содержит диагноз решение суда там ну и так далее естественно и там карта амбулаторная значит что он еще сказал с адвокатом ну вот когда адвоката выберет никита и нас за нас водили вот эти вот все дни когда же никита выберет приходите завтра приходите завтра вот вчера выбрал васильева договорились о телефонном разговоре на сегодня вот вот все а прикрывается карантинными вот этими мерами невозможно не встретиться не увидится не передачки передать и адвокатами все ну понятно вам просто устроили тупиковую ситуацию почему вы не используете доверенность на любого знакомого которому доверяет никита вот у меня так было ко мне где-то на третий или четвертый день уже после суда пришла это пришла уполномоченная по правам человека потому что на наши соратники обратились к ней и она и через нее передали мне доверенность доверенность я заполнил на свою знакомую и уполномочил ее там и врачебную тайну и это ей доверил то есть доступ к медицинской документации полном объеме психу этот главврач и уполномоченный по правам человека пытались меня убедить что этот пункт нужно вычеркнуть чтобы скрыть врачебную тайну бою и сказал нет только с этой с этим пунктом мне скрывать нечего даю полный доступ и получается только через эту доверенность удалось вот полностью это со всех сторон скажем так задолбать юридическими грамотными документами мы получили доступ и к административным делам по которые были сфабрикованы в отношении меня по 19.3 у меня было первое задержание 10 суток потом не выпуская на свободу дали 12 суток потом не выпуская на свободу сдали в психушку всего 84 дня незаконного удержания в психушке я провел 62 дня то есть вам в первую очередь нужно сейчас если вас не допускает если адвокат отказался один второго якобы не выбрала никита вам нужно найти человека которому доверяет никита образец доверенности у меня есть полностью с доступом ко всем административным либо вообще любым делам и к медицинской врачебной тайне вот эту доверенность распечатать заполнить по возможности реквизиты там этого никиты того человека кому он доверяет и там два варианта либо закрытая доверенность либо открытая лучше конечно чтобы он сделал открытую чтобы человек вышел и мог там через нотариуса передоверить допустим не вам и еще кому то чтобы мы со всех сторон могли оставить и защищать его интересы через эту доверенность у нас всех кто защищает никиту появится доступ к любым административным делам которые были возбуждены против него в судах то есть мы можем получить решение суда о его задержание там если вы полиция его задержала протоколы истребовать из полиции материалы дело из судов по психушке врачебную это это историю болезни так называемый документ это очень большой документ я его читал там написано все что он делал как он делал с кем разговаривал когда сколько раз туалет ходил даже там все при всего эти санитары пишут также доступа получим с любым экспертным заключением которые были составлены в отношении него и самое главное к решению суда которые по которым его судили я предполагаю что там было одно решение суда один суд был как и у меня по закону там должен быть должно быть два суда первый суд это признание лица недееспособным то есть там оно это заседание открытое должно быть и вот и только когда признали человека по суду недееспособны только тогда ему могут при это присудить лечение на определенный срок у меня же вот этот первый суд пропустили и меня здорового дееспособного человека мне незаконно присудили бессрочное принудительное лечение на на неопределенный срок то есть в закону вообще не соблюдается вообще ни в каком виде плюс к этому адвокат который присутствовал на суде я впервые там видел делендеев он пошел против меня то есть он должен был по идеям защищать меня он пошел против меня и даже есть аудиозапись этого о самое тоже вот во время суда с никиты там должны были вести аудио протокол и письменный протокол тоже это все можно вытащить все через эту доверенность самый главный документ сейчас для никиты это доверенность на любого человека которому он доверяет и желательно открытую мы мы оформляем мне удалось оформить две доверенности но они были закрыты я потом пытался оформить открытые доверенности тоже на несколько человек но мне всячески препятствовали и не предоставили данную возможность плюс нужно добиваться обязательно через уполновочного по правам человека чтобы никите разрешили звонки и и свидание это обычно разрешает и запрещает как они говорят гладит это лечащий врач вот нужно обязательно узнать фамилию влечащего врача я такой него угла врача эту информацию никто не узнавал что я этого на видео не услышал лечащий врач в принципе все решает какой не улет можно ли ему встречаться можно ли ему звонить можно ли ему передачки передавать в каком режиме там есть строгий режим есть этот общий режим но не принципе ничем не отличается просто Санитары держат ушки на макошке, если что-то там он крикнет, ударит кого-то или как-то себя якобы неадекватно поведет и его могут вообще на вязки посадить. Вязки это что такое? Это бинтами, которые похожи на трос для эвакуации автомобиля. Это очень крепкие бинты, просто привязывают и руки, и ноги за запястье, и за лодыжки к кровати. Иногда даже голову привязывают. И человек не может ни двигаться, ни ничего сделать не может. Кляп я не видел, что псували в рот, но человек вот так может и сутки, и двое пролежать. То есть он и писается, и какает все под себя. Его потом стирает, моет, водит в ванную. Ну там жесть творится. Где-то в каких-то психушках говорят, что их одного на другого ложат иногда. Там настоящая жесть творится, и вот туда надо срочно вытаскивать. И все это делается через доверенность и через уполномоченный по правам человека. Почему уполномоченный по правам человека? Потому что он или она имеет право по закону посещать любые медицинские и места заключения. Любых там заключенных, пациентов и так далее. Они имеют доступ, они могут с ними разговаривать. Они могут передавать документы. В любой ситуации. То есть она может в любой момент прийти и сказать, я хочу поговорить с Никитой Забазновым. Они обязаны ей предоставить доступ, и она сможет передать ему доверенность. Он тут же там пишет свое имя, отчество, там фамилию, свои паспортные данные, если помнит, конечно. Ну можно за него написать. Поставить роспись. Эту доверенность обязательно заверить у главврача. Главврач по закону, главврач и начальники колонии, ИВСов и так далее. Они имеют право заверять такие доверенности. И они потом котируются и в судах, и в других любых госорганах. МФЦ там, неважно. Вот. Обязательно в главврача заверить, чтобы врач написал там, доверенность составлена при мне. Там полномачиваю такая-то должность, фамилия, имя, отчество, роспись, полностью имя, отчество, фамилия. И печать обязательно круглая должна быть. Вот мне пытались такую доверенность вручить с прямоугольной печатью, со штампелем прямоугольным. Мне юрист психушки вышел и дает эту доверенность. Говорит, на, держи, распиши, что ты получил. Я говорю, вы что, с ума сошли что ли? Росписи, вот если терять только круглая печать, делайте круглую печать. Он очень недовольный был, то есть он удивился, как так, вроде это... Ну, я так понял, он первый раз таким сталкивается, что пациент психушки требует поставить круглую печать на доверенность. Потому что большинство народу вот этого всего не знает. Ну да, этих нюансов, конечно, юридически безграмотных, ну, как большинство. Да, ну, Никита, он, конечно, читал, там, нормативно, ну, не думаю, что вот эти вот нюансы все хорошо знает. Так, Антон, мне тогда отправишь на мою электронную почту, я смс кинул, свой адрес, вот текст доверенности. Я сейчас могу выложить, прям при тебе, здесь, в группе Стругутнадзор, вот у меня тут первый пост идет, это про прокуроров, а второй пост про Никиту. Я вот прям здесь, в комментариях, приложу этот документ, доверенность. Я могу электронную скачать, мне просто, я не совсем, я же больше юрист, там, депутат, у меня в этих вот всяких прибамбасах плохо ориентируясь. А не составит труда мне, ну, на электронную почту? Да, конечно. Спасибо. Потом после фирмы. Я тогда облегчила нашу задачу, мать приехала, и поэтому сейчас, вот я прям тогда доверенность, подготовлю и выясню. Есть у него дядя, там, двоюродный, троюродный, это брат мамы Никиты, это Светланы. Он составил сегодня разговор со мной, также он приехал, ее там встретил. В общем, они вместе теперь. У него есть доверенность судебная, какая-то есть, но, естественно, нет там тех специальных полномочий, которые нужны. Поэтому, скорее всего, Никита доверяет вот этому дяде своему, Родиону. Его доверенность не сработает. Они протянут время и потом в конце дадут отписку, что согласно закону о врачебной тайне мы не имеем права представить вам любую информацию. Да, поэтому именно вот эта доверенность, вот, твоего варианта, и нужна. Да, согласна. Вот, так, что еще, что еще, доверенность, да, Антон, еще, вот, инструкции слушаю, следующее. Следующие инструкции, так, что-то я хотел сказать. А, вот, через маму, если получили доступ к маме, срочно маму поднимайте, печатайте доверенность и вперед из песни к главврачу под видео. Все это снимайте, требуйте свидания, чтобы мама увидела сына, пусть даже на расстоянии, передать ему такой, этот, доверенность. Что, надо поговорить, подождем, я вырежу, не вопрос. Нет, сейчас все, 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 ага, люди подойдут. Вот, через маму передать доверенность, потому что мама имеет полностью все, все права, как ее, как ближайший родственник, и тут они уже не открутятся. Более того, я смотрел видео, когда с главврачом общались эти блогеры с ним. Главврач позволил себе сказать такую фразу, что Никита якобы ранее состоял на учете в психдиспансере. Тем самым он разглашает врачебную тайну. Вы можете поймать его на этом и подать в суд. То есть, не просто защищать Никиту, а еще и пойти в атаку на эту психушку. Но дело в том, что этот главврач прикрывается тем, что Никита сам объявлял об этом уже во всеуслышание на своем ютуб канале. Ну и что, сам он про себя может говорить все, что угодно. Он может пошутил, он сам может трактовать свои слова. А вот главврач, находясь при должности на рабочем месте, не имеет права разглашать любую врачебную тайну. Да, да. Ну, он тут же ссылается, Никита уже разгласил. И у меня есть разрешение письменное от Никиты, он получил. Яна, 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 я тебе так скажу. Я уже вызывал должностных лиц в суды. Вот пускаем в суде под видео, понимаешь, вы его вызывайте в суд. Как обвиняемого, я не знаю, как свидетеля. И делайте ходатайство требования на видеосъемку. И в прямом эфире из-за этого допрашивайте его как свидетеля. Под подпиской о задаче ложных показаний. Вот пускай там оправдывается. Пускай там это все скажет. Понимаешь? И это все в прямом эфире на всю страну, на весь мир. Многие заикаются в судах. Я сам видел. Чуть ли не в слезы кидает их. Пускай отвечает за свои поступки и слова. Да. Да. Причем во всеуслышание он сказал блогерам. Более того, он сказал про властные телекомпании ОТВ. ОТВ Прим у нас есть такая. У кормушки администрации края сидит. Он сказал, что он с 16 года стоит на учете в психдиспансере. Вот пускай в суде оправдывается. Они там начнут документы, могут даже фальсифицировать все эти документы, справки и так далее. Давно уже была информация в чате, в телеграме, что якобы Никита стоял на учете и там у него какой... А, да, вот на учете. Так, там сразу народ начал возмущаться. Извините меня, а как он получил разрешение на ношение оружия? У него там вроде как травматика была где-то на видео, да? У него было. Да. Как он получил права, которые он пришел поменять? Как он вообще служил на флоте там где-то или работал? То есть, чтобы зайти на корабль, там тоже метод психиатрическую экспертизу надо проходить, я так понимаю. Как это все было? Вот это все в суде можно поднять и так этого главврача раскрутить. Понимаешь? Вот это очень хорошее дело. Я думаю, весь Владивосток поднимется ради вот этой карательной психиатрии, чтобы всех обезопасить. Я хочу обратиться к жителям Владивостока. Каждый из вас может оказаться в такой ситуации. Любой. И только в ваших силах защитить вот сейчас Никиту, отстоять его и обезопасить самих себя через Никиту. Я вот этим занимался здесь в Сургуте в течение двух лет. У меня вот побили, моего отца побили, вынесли вещей на 400 тысяч из квартиры, двери вынесли. Вон, если видите, да, вон она дверь стоит до сих пор у меня в этом в зале. Дверь, которую мне вынесли в квартиру. Мне потом народ скинулся, купил эту дверь новую. А так называемые госорганы ни в какую не хотели признавать ни сам факт, скрытие двери не опечатали. У меня полгода стояла дверь, эта квартира без двери. А я в это время путешествовал вынужденно, чтобы скрываться от этого беспредела по стране. Двенадцать раз переезжал за полгода. И я понял, что если я сам себя не отстаю, ихними же законами, все по их законам. Абсолютно. Я ничего не нарушал. Я ни один закон, ни одной статьи, ни чьи права вообще ни разу не нарушал. Я не матерился, не грубил, не хамил, никому рукоприкладственным не применял. А против меня идет полнейший беспредел. Не только против меня, но и против моего окружения, против моих всех знакомых, друзей, родственников. Даже с тех, с кем я просто поздоровался на улице, к ним тоже приходили, спрашивали, а что ты там? И полный допрос им устраивали. Ну не допрос, а просто. И мне пришлось за эти два года полностью все свое окружение отстаивать через суды, через заявления о совершенных преступлениях. И в принципе нам это удалось. Сейчас вот прокурор города Сургуда недавно был наказан. Его оштрафовали за то, что он не зарегистрировал мое заявление о совершенном преступлении в книге КУСК. Хотя обязан по приказу генерального прокурора. То есть они не только на законы, но и на приказы своих руководителей ложат. В буквальном смысле они все нарушают. Вот сейчас я подаю апелляцию по второму кругу на прокурора. И вдруг выясняется, что я должен какую-то госпошлину заплатить. 150 рублей. А до этого я ни разу госпошлину не платил при подаче апелляции. Это о чем говоришь? Это вот только они сейчас очнулись, что они нарушают закон. Что я на самом деле обязан, ну там, я действительно прочитал, нужно платить госпошлину. А раньше я и не платил. Она не нужна была никому. Они даже здесь, они даже в свою выгоду нарушают закон. То есть имейте 150 рублей положенных в бюджет, а они забивают на это все. Антон, хотела что сказать. Я интуитивно понимала, даже после разговора с Артамоновым, главным врачом, когда он меня убедительно пытался мне лапшу навешать о том, что Никита больной, психически больной, и настолько у него тяжелое заболевание, что обойтись без стационарного лечения невозможно было. Все это в такой форме, там подавалось, там важность такая, уверенность в своей правоте. Но я интуитивно понимала, чувствовала, что что-то здесь не так, да не может быть, действительно. Ну мы обсуждали. Ношение оружия, там у него водительские права. Как там, если у него такое тяжелое заболевание, да, с 2016 года? Как выяснилось сейчас, мои сомнения подтвердились. Конечно, пока вот нет никаких документов. С мамой я разговаривала сегодня, и в разговоре с мамой. Она, конечно, сама в шоке, она говорит, да я впервые услышала, что он на учете. Так как так он на учете? Заснимите это все на видео, вот вам еще совет. Маму, дядю, отчима на видео пускай дадут видеоинтервью, что это все ложь, не было у него никакой, никогда он не состоял на учете. Потому что психошка сейчас будет всячески себя защищать, система. Они будут, они могут сфабриковать все эти учеты, им труда не составит выписать новую бумажку, поставить печать панцелярии там какой-нибудь. Сам факт его обращения, вот когда он обратился в 16-м году и вел в своем блоге, да, там на YouTube-канале выкладывал вот эту вот процедуру, как можно стать в глазах психиатра, психически больным в России, параноиком. У него цель была и другая задача, что те люди, которые не согласны с тем, вот что происходит в стране, да, вот с этой ситуацией, с этой действительностью, оказывается они параноики. Это те самые 10% из 90 серой массы, вот 10% которые против, как-то пытаются критиковать и так далее, добиваться справедливости, они параноики. И вот это видео, естественно, этим всем воспользовались товарищи врачи, и они, как мама звонила и выясняла, он стоит, она еще говорит, подожди, Никита, тебя же, ты вот ходил к врачам, да, к психиатрам, ты же носишь оружие, нормально все, а тебя там случайно на учет не поставили? Он говорит, нет, какой-то якобы, потом врачи со слов сказали, консультативный учет, то есть это не тот учет, как действительно уже с каким-то диагнозом человек, да, на учете стоит, под наблюдением, а консультативный, это когда вот человек приходит, это, ну, чисто, можно сказать, психологическая помощь. Если я обращаюсь к психологу в связи с какой-то ситуацией, это та самая психологическая помощь мне оказывается, я проконсультировалась и пошла, да. Вот так же, как разъясни Никита, или, вот я не помню, как она так сказала, мне сказали, это консультативный учет, который никаким образом не имеет отношения к тому учету диспансерному, в психдиспансере, как человеку со справкой, и не ограничивает его права, дееспособность в ношении оружия, да, в вождении там и так далее. То есть, она говорит, я спокойно была, я знала, что, ну, а тут вдруг учет и диспансерный, и тяжелое психическое заболевание, вдруг оно вот таким образом проявилось. Да, это все понятно, Яна, это все вот как-то, мне не нравятся вот такие разговоры, что тот сказал, этот сказал, адвокат сказал тому адвокату, вот это все слова. Нужно записывать видео, нужно оформлять это в виде документов, в виде видео, то есть, возьмите обязательно видеоинтервью у мамы, там, у ближайших родственников, у друзей, с кем он общался, не знаю, вплоть до соседей, если они будут согласны. То есть, это нужно спасать Никиту вот этими опровержениями, чтобы показать, чтобы можно было снять видео, где главврач говорит, что он стоял на учете, и тут же слова мамы, он никогда не стоял на учете, чтобы показать там, что вот он там, типа, с 2016 года там что-то, ну, и вот эти вот все сопоставления, короче, это контраргументы, чтобы народ сам свои выводы делал, понимаешь, чтобы не было там, ну, извини меня за грубость, но это уже очень часто такое происходит, вот есть такое понятие ОБС-информ, знаешь, такое информационное агентство? Ну, так, слышала. Слышала? Ну, наверняка слышала, потому что ОБС-информация. Одна как-то сказала, да? Вот, да, вот не надо вот этого нам ОБС-информ, нам нужны реальные видеофакты, документы, доверенность, уполномочный по правам человека, история болезни, все с печати, все с росписями, нужны факты. Телефон. И панили на телефон. Я просто делюсь, Антон, вот, как бы своим впечатлением, я впервые столкнулась с этой ситуацией, вот, с психиатрами, и, как бы, опыта мало в этом направлении. Есть опыт, там, отстаивания прав гражданских в других сферах и областях, но, тем не менее, я уже подготовила, и мы уже направили, Антон, кучу обращений, в основанных совместно с адвокатом и уполномоченным по правам человека. Ну, я буду добиваться прям встречи с ним. Кстати, это бывший прокурорский работник, Мельников Юрий Борисович. Я сама работала в прокуратуре когда-то давно, и хорошо его помню. Ну, это неважно, неважно. Главное, ну, не знаю, он системный человек. Как он отреагирует, не особо, я надеюсь, на его помощь, но долбить его буду, долбить его буду в любом случае. Завтра, значит так, завтра с блогерами мы идем в 10.30 вместе с мамой навстречу. Надеюсь, что нас как-то допустят хотя бы по телефонному звонку. Будем требовать встречи с Никитой. Да, 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 обязательно, смотри, живая встреча, если живая, обязательно с мамой, они обязаны разрешить. Вот он оправдался, да, сейчас ему очень трудно придумать оправдание. Обязательно свидание с мамой вживую, чтобы она его, ну, еще желательно, чтобы она его на видео засняла, чтобы он сам на себя направил телефон, чтобы никого не снимать, и сам себя заснял и сказал, всем привет, я там здоровый, все в порядке, меня зовут так-то, так-то. Мою маму, мою бабушку зовут так-то, живу там-то, ну, чтобы подтвердить, да, там что-то. Она документы возьмет, я уже предупредила. Она в подтверждении родства все документы возьмет, свидетельство о рождении. Вот, то есть добиться свидания вживую, как минимум, передать доверенность, свидание вживую как максимум, как минимум телефонный разговор под запись обязательно, аудиозапись введите всегда, вот у меня стоит автоматическая запись звонков, у меня все разговоры пишутся. Я уже давно, и это меня часто спасало, потому что мало кто мне звонит, потому что знает, что я, если самые интересные разговоры, всегда в интернет выкладываю. И со мной очень осторожно разговаривают, а когда слышат мой голос, вообще даже трубку бросают, по голосу узнают. На почте я вообще завезу это, я не помню, когда паспорт уже предъявлял. Так, смотри, дальше что? То есть свидание, передача доверенности, чтобы он и подписал, чтобы главврач подписал. Они могут там время потянуть, день-два, это все чушь, он прямо там на месте может шлепнуть и расписаться, это не проблема. Требуйте, добивайтесь этого всего. Плюс, можете ему передачку передать, узнайте фамилию, имя, отчество главврача, ой, этого, лечащего врача его непосредственно, потому что это самый главный человек в истории с Никитой. Лечащий врач, все определяет он. И режим питания, и навязки его посредить, это все лечащий врач определяет. Он главная фигура, главврач там, он просто как генеральный исполнитель. Потом еще что-то хотел сказать. Что-то важное, сейчас подожди, вспомню. Судебный акт, суд? Не-не-не, обжалован. А, во, самое главное, нужно узнать у Никиты, подписывал ли он какие-либо документы о прохождении добровольного лечения? Вообще, какие документы он подписывал? Там, в принципе, он может и не вспомнить, потому что там подсовывают, там очень, ну, целый талмуд нужно подписать. И они стараются, чтобы он это, все это подписал, не читая, и все, это считается добровольно согласен на лечение. Тогда даже суд не надо подавать. Но, если они его в суд, на него в суд подали, возможно, суда и не было. Мы же не знаем, да? Может, он там добровольно его заставили подписать, за корючку за него поставили, и все. И добровольно там это удерживают. Якобы добровольно. Вроде главврач на камеру сказал, был суд и был адвокат бесплатный. Да, мало ли что он сказал. То, что он говорил, мы уже знаем. Он и врачебные тайны выдают. То есть, он уже законно нарушает. Так, смотри, тут два варианта. Либо Никита подписал все эти документы, да, и ему назначили добровольно лечение. В этом случае, даже если он согласился на добровольное лечение, вы это все можете отменить. В законе о психиатрии есть статья 4. Там четко прописана процедура отказа от добровольного лечения. Даже если ты все подписал, и вдруг решил, что ты все, тебе не нужно лечение, ты нормально себя чувствуешь. Даже несмотря на все экспертизы и диагнозы, по закону психиатрии, статья 4, ты можешь добровольно отказаться от лечения. Для этого нужно, чтобы попечитель, там как-то, я не помню, там вроде выписывается доверенность на попечителя, и попечитель пишет на имя главврача требование, что требую прекратить отказываться от добровольного лечения. Вот таким образом. Ну, то есть, когда человек соглашается на добровольное лечение, он якобы становится недееспособным. Ну, временно, на время лечения. И, соответственно, за него должен его там ближайший родственник, мама, папа, там, вот у вас мама появилась, мама может написать отказ от его добровольного лечения. Его обязаны выпустить. Там буквально в течение дня, два, я не помню, там в законе все прописано, вся эта процедура. И второй вариант, если он отказался... Мы планируем также завтра подать документ от мамы о том, поскольку она уже приехала и имеет возможность проживать с ним, осуществлять за ним уход, назначено все лечение, обеспечивать на дому. она просит выдать его на амбулаторное лечение. Они не пойдут на это. Но все равно требуйте. Обязательно требуйте. Вообще ситуация критическая, по моему мнению. Я считаю, что если его не показывают и даже по телефону не дают с ним говорить, он либо на вязках лежит, обколотый. Я видел таких. Рот открыт, слюни текут, глаза моргают раз в минуту, издают непонятные звуки и вообще где-то в другом мире обитает. Тело есть, а человек где-то там, не знаю, в другой мир улетел. Либо у него есть физические повреждения на теле, которые можно зафиксировать. Вот у меня так было. Меня пытали электрошокером, били по ноге. И второй адвокат, когда приходил ко мне в камеру, ему удалось сфотографировать эти повреждения. Меня возили в травматологию, вызывали скорую мне в камеру. Вот тоже этот лайфхак для тех, кто задержан незаконно и кого пытали. Им можно вызвать скорую, что якобы у него там здоровье плохое, его пытали и так далее. И приедет скорая и зафиксирует все эти побои. И даже свозит в травматологию, чтобы сделать рентген. Вот меня так возили, но эти все данные потеряны, ничего там не зафиксировано. Но кое-какие документы остались. И фотографии о том, что у меня на ноге есть точки, характерные для электрошокера при пытках. Несмотря на то, что прошло там полторы недели, но следы все равно остались. Вот. Так, про Никиту что-то я говорил. А, либо второй вариант, у Никиты есть физические повреждения, которые можно зафиксировать как-то там. Ну, судмедэкспертизу провести, увидеть, что его действительно там пытали, применяли физическую силу. И, соответственно, эти побои, может быть, зафиксировать, поэтому не показывают. Вот меня тоже держали сначала 10, потом 12 суток, только ради того, чтобы у меня зажили все эти побои. Все эти следы от электрошокера. Ну, мне там печень отбили, ребра. Я там, не то, что это. Если я чихал, это все, я на минуту в это, в экстазе боли находился. То есть, ну, ребра были все отбиты. Вот. Это все можно зафиксировать. И чтобы у него это все зажило, они его просто удерживать и не показывают. Может, у него фингал подгладим, может, у него там царапины или шрам уже какой-то образовался. Они все, они его усердно лечат. И я даже удивлен, что главврач заявил, что они готовы там на неделю раньше выпустить. Либо они, либо в первом варианте они какие-то спецпрепараты применили, которые никто не найдет в его крови. И чтобы, ну, более-менее адекватное его состояние привести. Либо они какую-то спецмазь применили, не знаю, к нему, чтобы физические травмы исчезли с его лица там и тела. Я не знаю, но если они готовы его на неделю раньше выпустить, то почему они его не показывают? Я вообще не... У меня даже нет уверенности, что он там в психушке, понимаешь? Потому что меня когда задерживали, мне угрожали по-всякому. И положим один килограмм героина в карман, и вывезем лес, и сдадим в психушку, и посадим в камеру, к пидорам, и из песни слов не выкинешь. Всякие угрозы были. Это только самое главное я озвучил. Это все отдел по борьбе с экстремизмом, с терроризмом и экстремизмом. Мне вот такие вот угрозы поступали. Из меня пытались сделать американского агента, террориста, экстремиста, какого-то провокатора. Они даже заставили меня под угрозами пыток подписать документ, что я якобы ходил там с несколькими людьми по госорганам и дестабилизировал работу госорганов. Ну, естественно, они поняли, что это пустая бумага, и я это тоже понимал, что на суде можно отказаться в любой момент от такой бумаги, потому что я там и коряво расписался и так далее. В общем, из меня это все пытались сделать. Нас всех крутили 3 месяца, ничего не получилось, сдали в психушку. И где-то через неделю-полторы в психушке собрали комиссию. Было около 30 человек. Я так понял, все студенты, все врачи, ну, в общем, весь город, весь бомонд вот этой психиатрии собрали. И даже профессора из университета позвали. И они мне устроили, вот как собачьим сердцем, вот этот вот осмотр, беседу, как они сказали. Они мне пригласили, они говорят, хочешь побеседовать вот с врачами? Я говорю, да давайте поговорим. Я прихожу, а там сидят 30 человек, я в центре зала на табуретке. При этом я уже 3 дня голодал и ничего не пил. То есть я в таком состоянии, они меня спрашивали, ты почему здесь, как считаешь? Я говорю, вот, мы оставили свои права, из меня пытались сделать террориста, экстремиста, не получилось. Американского агента тоже не получилось. Там провокатора, там организатора экстремистского сообщества тоже не получилось. А сейчас пытается из меня психа сделать. Он говорит, а вы себя кем считаете? Я говорю, я здравомыслящий человек. Я исследователь, я ищу, я ищу правду, я беру какие-то статьи из интернета и проверяю их на практике. Вот, допустим, кто-то говорит, что в налоговой там нет устава. Я иду и проверяю. Иду в налоговую, истребую их устав. Это все по закону. Я имею право, любой может прийти в налоговую и истребовать у них устав. За 800 рублей мы заплатили деньги, пошли, она задержали и вот такую мясорубку включили. Поэтому, я не знаю, у Никиты очень сложная ситуация. Нужно, нужно все вытаскивать именно желательно в документальном виде. Аудиопротокол, письменный протокол, материалы дела все сфотографировать. И все это выкладывать в открытый доступ. Единственное, чего они боятся, это огласки и освещение. Это единственное, чего они боятся. Всего остального они не боятся. Они не боятся ни адвокатов, ни судов, ни... Вот они боятся судов только открытых, где разрешена видеосвязь, где их в прямом эфире допрашивают как свидетелей под подпиской задачи ложных показаний. Только этого они боятся. Вот когда я снимаешь видео и показываешь их лицо на весь мир, вот лицо... Они так и называются должностные лица. У них две ценности только. Должность и лицо. Ну, не те пальцы, я не знаю. Вот, да. Должность, да, и лицо. И лицо. Да, любой палец можно показать. И, соответственно, вот когда их показываешь лицо в интернете, пишешь фамилии, имя, отчество, лицо и то, что он сделал, и его должность. Все. Вот это для них смерти подобно. Чтобы вся страна, весь мир знали. Чтобы потом можно было встретить его на улице и сказать, здравствуйте, мы вас знаем, мы вам желаем здоровья, благоразумия. И вот когда каждый с ними так начнет здороваться и желать им здоровья и благоразумия, они, я так подозреваю, что это... Ну, предполагаю, что они перестанут этим заниматься. Потому что каждый будет знать, что они натурили. Да, популярность и известность, конечно, им не нужна. Потому что они привыкли под покровом ночи, под... в полной тишине, под покровом ночи твои свои темные делишки. А когда мы включаем свет и записываем звук, мы их тем самым высвечиваем. И они этого боятся. Они начинают, как тараканы, убегать под стол. Да. Анализ крови. Вот, хотела посоветоваться. Во-во-во-во. Тоже важный момент. Я там, когда меня заключили в психушку, мне там на второй или третий день сказали, нужно обязательно сдать анализ крови на ВИЧ, на какие-то там еще что-то. Вдруг ты заражен ВИЧ, ты нас тут всех заразишь и так далее. Я вначале согласился, но я так этот... Да я там тоже экспериментировал. Там целый сериал, там фильм можно снять, что там творилось. Я тоже там свои игры строил. Там этот... Игры престолов отдыхают. Я не смотрел, но я наслышал. Любой сериал вообще отдыхает. Я там тоже свои эти, как сказать, игры строил. И там, получается, они говорят, нужно сдать анализы на ВИЧ. Я сначала согласился, а потом в последний момент отказался. Я говорю, нет. Я говорю, а где мне гарантия, что вы меня не заразите анализом ВИЧ? И вообще, я считаю, что ВИЧ вообще не существует. Потому что много случаев по стране, и все наслышаны, и кто захочет, кто-то узнает информацию в интернете. Это тоже есть информация. Я говорю, я вообще не уверен, что ВИЧ есть. Поэтому, что вы мне там вколите, или наоборот, это вытащите из меня, а потом представите документ фальшивый, что у меня якобы там и ВИЧ, и рака, и все на свете. и мне это не надо. Я отказываюсь. Вот еще один хороший лайфхак. Можно отказаться. Вот они обычно ставят такие условия. Либо вы соглашаетесь, либо вы отказываетесь. А я им сразу третий вариант предлагаю. Я не даю согласия, ну и не отказываюсь. Все. Отказа не было. Ну и согласия не было. Все. Антон, подошли ко мне. Давайте подытожим. Я немножко о другом анализе имела в виду. В первый же день его выписки, я считаю, необходимо его ввести в лабораторию независимо, делать анализ. Анализ крови на предмет наличия техлебояных химических препаратов. При том условии, если его кололи, пичкали, то обязательно сделать. Но, опять же, анализы такие, они очень специфические, они очень узконаправленные. Нужно знать конкретные препараты, которые мы кололи. И препарат, он состоит из множества химических веществ, транквилизаторов, психотропных ингредиентов. И нужно знать, что там, допустим, именно анализ делать именно на этот химический элемент. Но я думаю, вы врачей и специалистов найдете, то есть информацию в интернете валом. Да, можно сделать обязательно эти анализы. И вот, как вопрос Никите, если удастся, обязательно его спросите, подписывал ли он какие-либо документы и сдавал ли он какие-либо анализы. И, ну, обязательно тут же дать ему совет. Ничего не подписывать, ни в коем случае, никогда, ни одной бумажки. Только свои собственные, которые он сам написал. Я там постоянно писал обращение требования по 3-4 штуки в день. Заваливал их постоянно. Есть предположение, что его поломали, он 3 недели не давал никаких подписей. Почему? Потому что торжественно вчера объявил Артамонов, что Никита дал согласие на обработку персональных данных. Письменное согласие на обработку персональных данных. То есть, и это вчера. То есть, все 3 недели он не давал согласия. Обычно, когда поступают я этому главврачу не верю. Пускай покажет документ. Это все слова. А, он показывал, он говорит, я письменный получил документ еще на, значит, не только на обработку персональных данных, якобы вообще на там разглашение о его информации о состоянии здоровья. Вот как-то он так выразился. Интересно. Яна, смотри, это все слова. Нужно добиваться копии у главврача. Если он там начнет ссылаться на персональные данные, замажьте, закрасьте, оставьте только его роспись. Покажете маме, она скажет, это его роспись или нет, его данные или нет. Вот так это делается, вот так это проверяется. А вот эти вот ОБС-информа от главврача меня не интересуют совершенно. Да, мы были, как говорится, без каких-либо возможностей, пока родственников не было, ни адвоката, ни родственников. Мама, все, завтра уже идет, и будет другая картина, я надеюсь. Вот, еще будем с блогерами, с камерами, и со всеми, и с прямым... Можете мне позвонить в любой момент на WhatsApp, Viber, там, Skype, Telegram, и я прям, прям там, можете это, по телефону, я могу вас там консультировать, что спрашивать, как говорить, даже сам могу с главврачом поговорить. Я даже хочу этого, мне нравится общаться с такими учителями великими. Я давно... Должностными лицами. Последний раз я с губернатором общался, после этого она перестала с жителями города Сургут встречаться, и передала эту функцию мэру города Сургут. я с ним встретился, после этого вообще все встречи прекратились с жителями города Сургут. Я обожаю такие разговоры. Хорошо. Хорошо. Так, еще... Еще будут у нас какие-то... Или мы в 19... Ну, через час у нас уже будет конференция. Через час мы с Владимиром созвонимся, я думаю, он тоже кое-что добавит полезную информацию. у него тоже есть опыт хороший. Хорошо. Я, значит, готовлю жалобу сейчас уже на действия главного врача. Помимо того, что я уже приготовила на ограничение прав на адвоката и юридическую помощь, именно в непредоставлении... Какую жалобу? Не жалобу? Яна, Яна. В разглашении, разглашении информации. Яна, включайте, включайте тяжелую артиллерию. Жалоба, это ни о чем. Тяжелая артиллерия, это там, допустим, ну, вы начинаете, мелкий калибр используете, жалобу. Нужно использовать крупный калибр. Это уголовно-процессуальный кодекс. Заявление о совершенном преступлении в порядке УПК-141. В прокуратуру по трем уровням город, область, генералка. И плюс в Следственный комитет, в МВД. Звоните в этот, по телефону 102, фиксируйте, делайте заявление о совершенном преступлении, получайте номер КУСП в МВД. Этот КУСП используйте в этом заявлении о совершенном преступлении по УПК-141. и заваливайте и чтобы они проводили проверку действий и бездействий главного врача. Он, так и пишите в признаках в действиях главврача присутствуют признаки совершенного преступления, предусмотренные действующим законодательством. Он разгласил врачебную тайну, нарушил такой-то закон. Требую провести проверку в порядке УПК-144-145. И все. Нужно Уголовно-процессуальный кодекс подключать, чтобы были эти уголовно-процессуальные проверки в отношении него. Это называется ответная реакция, то есть идти в атаку. Сказал, будь добр, отвечай за свои слова. Да, согласна. Хорошо. Ну все, заканчиваем. Через час созвонимся. Все, хорошо, там. Благодарны. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Продолжение следует...